всем привет мы продолжаем серию видеороликов посвященных американским седельным тягачам в сегодняшнем видео я хочу вам показать относительно свежую новинку от бренда exomodels и мы посмотрим на грузовой автомобиль kinward t600 который копирует прототип 1984 года судя по всему это ранняя модель потому что подобные грузовики начали выпускать с 84 и закончили выпуск в 2007 году и такую модель до exo серийно в 43 масштабе никто и не производил и можно сказать этот производитель начал активно выпускать американские седельные тягачи как вы знаете эти машины копируют более бюджетную журнальную серию которая выходит в европе и модели не сильно отличаются друг от друга единственное у журнальных выпусков также есть полуприцепы у грузовиков другая схема окраски и элементы из фототравления заменены на пластик хотя визуально например стеклоочистители из пластика выглядят не намного хуже я собираю тоже американские седельные тягачи до exo у меня в коллекции были модели от neoskill models в разных масштабах также были модели от franklin mint и была ручная работа некоторые автомобильчики тоже вы могли видеть на моем канале давайте распакуем коробочку посмотрим на этот грузовичок поближе и вы в комментариях можете написать какие модели от exo есть в ваших коллекциях и здесь модель поставляется в стандартной для этого бренда упаковки картонная коробочка черная с оранжевой полосой на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного производителя естественно эти модели выпускаются в дэше а не в китае также вы можете посмотреть на артикул модели чтобы заказать ее в интернете и этот первый грузовик окрашен в красный цвет и я более чем уверен у exo чуть позже выйдет подобная модель в других схемах окраски но для себя решил взять этот седельный тягач красным потому что мне эти грузовики именно запомнились в красном цвете также поставляется с моделью фиксационный блистер который предотвращает ее поломку при пересылке и у этого грузовика металлическая рама металлическая кабина а спальный отсек и обтекатель сделаны из пластика но эти детали окрашены и по тону они не отличаются от металлических покрашенных в тот же цвет интерьер кабины здесь из черного пластика и еще один интересный момент здесь внутри спального отсека находится небольшой диван и его вы можете рассмотреть сквозь отверстия задней стенки кабины хотя на камеру я думаю этот момент вы не увидите на крыше присутствуют клаксоны также габаритные огни они сделаны в хроме и лампочки окрасили оранжевой краской и эти детали отлиты вместе с верхней частью кабины грузовика присутствует небольшой визор очень ажурно сделаны стеклоочистители из водоотравления также на капоте присутствует так называемая мухобойка есть воздуховод зеркала из пластика окрашены корпуса в цвет кабины грузовика выхлопные трубы сделаны в хроме как и подножки топливные баки вполне нормальные но уже говорил мне не очень нравится то что здесь идет стык на самом видном месте и на мой взгляд топливные баки можно было сделать более изящно на задней стороне присутствуют три перекидки также есть кронштейн для обтекателя рабочее сцепное устройство задние фонари окрасили просто красным лаком установили регистрационные номерные знаки штата калифорния крылья сделаны в хроме вполне хорошие колесные диски они покрашены просто серебристой краской и вполне нормальные покрышки конечно отсутствует боковая маркировка и эту резину желательно заменить на улучшенную например от maestro models но у них пока что не предлагаются покрышки под американские седельные тягачи вполне хорошо изготовлена передняя часть вид портят черные точки так называемые рыбьи глаза и фары можно доработать снять линзу сделать подложку из фольги и установить детальку обратно возможно в будущем я займусь доработкой этого грузовика передний бампер сделан черным также краской обозначили габаритные огоньки их можно также самостоятельно доработать вырезать из небольшого прозрачного пластика деталь наклеить поверх этого элемента и остальные узлы которые вы можете рассмотреть самостоятельно на подставке указан прототип давайте открутим модель посмотрим как у нее сделана нижняя часть и конечно проработка ходовой части у иксу это не самый лучший момент но тем не менее основные детали здесь вполне нормально реализованы правда грузовичок притянут довольно сильно и чтобы открутить модель от подставки порой приходится прикладывать некоторые усилия есть также еще один страховочный блистер снизу чтобы не повредились мелкие детали и кстати вполне хорошая проработка отдельный передний мост есть защита коробки передач карданный вал правда вид портит крепежные отверстия также присутствуют ресиверы и вполне хорошо сделана балансирная тележка и это довольно крупный грузовик и я вам могу показать довольно старую модель kenward t2000 это можно сказать дальнейшее развитие модели t600 но это не прямой наследник данного красного грузовика а этот грузовик можно сказать стали выпускать чуть позже и модель примерно в 50 масштабе она покупалась где-то в первой половине 90-х годов и как вы можете видеть она мельче чем модификация t600 хотя настоящие грузовики по размеру примерно одинаковые и у меня в коллекции также был классический kenward тоже из этой серии если не изменяет память она называлась road champs и у меня к сожалению сохранилась оригинальной упаковки и эти грузовики поставлялись в комплекте с полуприцепами правда полуприцепы очень примитивные из пластика окрашенного в массе здесь полуприцеп в белом цвете и вот так выглядит автопоезд и конечно данный полуприцеп не подойдет к седельному тягачу в 43 масштабе потому что еще раз повторюсь он мельче и могу вам для сравнения показать отечественный грузовик у меня нет капотной техники вообще сюда подойдет к сравнению капотный опытный mass или сидельный тягач марки zil который тоже был выпущен очень ограниченным тиражом скорее всего пару экземпляров но у меня таких моделей нет поэтому покажу вам обычный бескапотник mass 6422 от автоистории откидывается кабина просто я думаю каждый из вас примерно прикидывает размеры настоящего грузовика и можете прикинуть насколько больше американский сидельный тягач у него длиннее колесная база также из-за обтекателя высота грузовика чуть больше трубы добавляют эффектности ну и конечно обилие хрома вот такая вполне хорошая модель которая может стать отличным дополнением вашей коллекции если вы собираете не только отечественные грузовики но и импортную технику для меня как для любителя американской техники это можно сказать подарок потому что xo активно взялся за выпуск подобных грузовиков я за ними слежу правда модели покупаю не сразу как они появляются в продаже потому что выбираю цвета и уже говорил судя по всему xo намерен выпускать эти грузовики как минимум в двух вариантах окраски возможно их будет намного больше если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик если вы не сделали этого раньше также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции а на сегодня это все пока пока и мы